С каких татуировок вы ловите жесткий кринж? Китайские иероглифы. Когда человек не имеет с Китаем никакой культурной связи и набил ее только потому, что она выглядит круто. А особенно бесит, когда челы специально переводят западные имена на китайский язык. Я как-то стоял в очереди за парнем, у которого на шее была татуировка с двумя жирными мультяшными бабами. Они голые шли вверх по шее, высовывая языки, а с них летели капли пота. Фиг знает, как называются такие татуировки, но мы в Германии называем их рога задницы. Не уверен, что хотят сказать такими тату девушки, но выглядят они так, будто олень засунул голову им в трусы и жует траву. Татуировка поцелуя на шее. Я понял, ты гангстер и наверняка ищешь конфликта. Приезжай в Нью-Мехико. Ты так часто будешь сталкиваться с этими татушками у мужчин и женщин, что привыкнешь и перестанешь обращать на них внимание. Когда проходил стажировку в суде, видел подсудимого с татуировкой над бровью убийца. Так себе видок. Криповые лица малышей. Выглядит так, будто ты на теле набил маленького демона. Очень сложно нормально изобразить лицо ребенка. Их пропорции сильно отличаются от взрослых. Даже обычные рисунки детей в 9 из 10 случаев получаются криповыми. В колледже я как-то стоял с другом, который общался со своей коллегой по работе. К ней подошел ее неприятный староватый друг. У него была татуировка какого-то лица на плече. Я ему говорю, тебе походу очень нравится фильм «Инопланетянин». Помню в детстве я нормально так срался с него. Я честно думал, что у него на плече набит инопланетянин. Оказалось, что это была его дочь. Его дочь выглядела точь в точь, как тот инопланетянин из фильма. Татуировка клоуна, держащего в руке ствол и курящего джоинт. Именно такая набита у меня на ноге. Так-то звучит мощно. Моя сестра набила одному челу на руке коробку сока, на которой была нарисована киска и написано «Pussy Juice». Там вроде бы еще с конца трубочки свисала капелька сока. Гребаные крылья. Алло, куда вы летите, ёпта? В кровать к бывшим. Татуировки брендов. По сути, это ведь бесплатная реклама. Вы хотя бы отправьте им на почту вопрос, как они готовы расплатиться с вами за то, что вы будете рекламировать их до самой смерти. Компания «Доминос Пицца» провела промо-акцию в России, в которой, если бы вы сделали татуировку их логотипа на видном месте, то в течение ста лет получали бы от них бесплатную пиццу. Так много людей стали набивать себе татуировки с их лого, что «Доминос» по-быстрому свернули эту акцию. Знаменитости. Я понимаю, что ты истинный поклонник этого известного чела, но навсегда набить его лицо себе на тело – это на грани безумия и мхо. Особенно, если у него дурная слава. В универе видел парня, у которого на икрах были татуировки Саль Капоне и Лаки Лучиано. Выглядело, конечно, вполне круто, но моя первая мысль была – зачем делать на ногах татуировки лиц двух мужиков, которых ты никогда не встречал, не знал и даже не жил с ними в одно время? Вдобавок ко всему они были преступниками. Только пару дней назад видел какого-то чувака с надписью «Карна не сука». Именно так, как я написал. Он просто таким образом поддерживает свою подругу Карну. Да, может она и не святая, но она не сука. Читаю комментарии, чтобы узнать, написал ли здесь кто-нибудь про мои татуировки. Знаю девушку, которая вытатуировала имя своего первенца на пояснице. Это не совсем то, на что я бы хотела, чтобы смотрел парень, трахающий меня сзади. Я знаю девчонку, которая набила на пояснице лицо своего покойного отца. Мой приятель говорит, что было дико неловко драть ее раком. В магазин, в котором я работал, как-то зашла дамочка со здоровой татуировкой на шее папина девочка. Мне кажется, это было самое странное тату, что я видел. К сожалению, многие такие татуировки являются своеобразным клеймом сатинеров и рабовладельцев. Колючая проволока вокруг руки. Она ведь даже не набита до конца, потому что очень больно. Ну а как еще в 1996 показывать всем, что ты тягаешь железо? Плюс еще трайблы на дельтах. Любые татуировки типа имя плюс имя вместе навсегда. Ведь если их отношения пойдут на спад и они расстанутся, то неловкости не избежать. Моей первой татуировкой было имя и дата рождения дочери. Тату-мастер очень сильно старался меня отговорить, а я не мог понять почему. Он сказал, чувак, в один день это имя и дата попросту превратятся в плохое воспоминание. А потом я понял, что он думает, что это девушка или типа того. Сказал ему, что это моя дочь, и он такой, пфу, блин. Устраивайся поудобнее, ща набьем, ха-ха. А вот у мамы моей дочери, моей бывшей, на запястье татуировка с моим именем. И когда я ее вижу, каждый раз про себя тихонько угораю. Татуировки с орфографическими ошибками. Ни о чем не жалей. Только бог может меня судить. Нет, мы все можем. Особенно судьи. Татуировки в подарок кому-то. Типа, в честь твоего дня рождения, я сделала себе татуировку с датой твоего рождения. Я думал, что татуировки в подарок, это типа, когда кто-то просто оплачивает тату за друга. Рад, что не знал, что есть и такое. А теперь хотел бы забыть. Парные татуировки. Типа портретов или имен. В большинстве случаев оказывается, что они в отношениях 5 месяцев. Но уверены, что будут вместе всю жизнь. Чем больше всякой херни делает парочка в доказательство того, что они счастливы и вместе навсегда, тем меньше я верю в то, что они счастливы и вместе навсегда. Изменено. О, вижу, пошли комменты типа, но я особое исключение исправил. Изменено 2. Все, кто пытается так рьяно доказать, что вы счастливы. Кого вы пытаетесь убедить? Как-то стоял в очереди за женщиной, у которой была, так сказать, целая неудачная серия татуировок, начиная с затылка. Только бог может судить меня. Что-то из иероглифов. И уродливое, выцветшее, ужасно выполненное тату распятие. Это тупая клишированная татуха, где с одной стороны жизнь, а с другой смерть. Когда мне было 15, я тусил с пацанами. Как вдруг нам позвонил наш знакомый и сказал, что он начал бить татухи в своем подвале. Цена вопроса 20 баксов. Нас было шестеро, а в тачку вместилось только пятеро. И я сказал, пацаны, вы че тупые? Он же вам набьет какую-нибудь шнягу. Так одному челу он набил любовь на одном запястье и ненависть на другом. Причем выглядело так, будто это написал ребенок. Другому пацану он сделал дерьмовый кельтский крест на руке. Еще один заказал какое-то свое слово, которое тату-мастер набил ему поперек ребер. Во время работы он велел тому поднять и не опускать рук. Теперь, когда у него руки опущены, это слово расплющивается. Тем не менее, они все равно считали себя такими охеренно крутыми и показывали свои татухи в школе. Но над ними все ржали. Только парень с татухой любовь и ненависть никому ее не светил. Забавно, что он единственный норм чел со всей компании. Лол. Знал одного парня, у которого на груди здоровенными буквами было набито слово дабстеп. Он постоянно твердил о том, что дабстеп это музыка будущего и она будет популярна всегда. Даже если бы дабстеп сейчас был популярен, это все равно очень тупая татуировка. Также тупо бы смотрелось на груди поп или хип-хоп. Пошлые татуировки. Типа да, круто, что вы любите вагину своей девушки. Или что хотите показать всем свой гигантский воображаемый член. Но окружающие не хотят этого видеть. Честно говоря, я не так уж много видел такого в реале. В основном в интернете. Мой бывший, через 6 месяцев после расставания, сделал татуировку меня у себя на руке. И скинул мне фотку. На этой тату я связана в стиле Сибари. Последний наш разговор, когда мы были еще в отношениях, был как раз о том, чтобы пойти на урок Сибари. Чтобы вы понимали, он культурный парень, который работает в офисе. И теперь никогда не сможет засучить рукава на людях. Мемы. Меня веселит сама мысль о том, что у многих людей на руке или ноге набит устаревший мем из 2017 года. А теперь представь, что в 2020 году у кого-то есть татуха Тролл Фейса. Подмышечные пезды. Это когда у чела набита татуха женских ног вокруг его волосатой подмышки. Да, ребят? Некоторым людям следует запретить делать татуировки. Я отказываюсь тонуть и рядом якорь. Чувак, якоря буквально для этого и созданы. У меня татушки с покемонами, так что я не могу никого судить. Вот пару фоточек. Набила себе на поясницу татушку, на которой модным курсивом написано. Не жалею ни о чем. Это единственная татуировка, от которой мой отец ржал, а не ловил кринж. Не имею права никого судить. Имена значимых тебе людей. Вино навсегда, Джонни Депп. С другой стороны, некоторые люди набивают себе свое же имя. И это еще кринжовее. Ненавижу татуировки, в которых чел заменяет свой реальный сосок, либо пупок на сосок или пупок персонажа с татухи. Например, Будда с реальным пупком. Фу, блин, это адски мерзко. Не делайте так. Любая татуировка, на которой что-то написано на китайском или японском. Я учу японский, потому что почему бы и нет. И я видел одного чела, у которого на японском было написано сакана, рыба. Я такой, эй, а что она означает? На что он ответил, яд. Помню, я где-то натыкался на историю о чуваке, у которого на правом бицепсе было написано «холодильник» на японском. Его кореш-японец поржал над ним и спросил, знает ли он, что у него написано на руке. Тот в ответ показал свой левый бицепс, на котором был набит уже сам холодильник. Недавно я видел одного чела с татуировкой арабской вязи. В переводе она означала «я не говорю по-арабски». Ну, это хотя бы забавно. Знаете, я планирую набить себе знак биологической угрозы. Когда я говорю об этом кому-нибудь, многие начинают меня критиковать. «Ты что, хочешь казаться панком? Крутой или что?» И всякое такое. Потом я им объясняю, что это связано с моей карьерой. Я технический лаборант в медицинской лаборатории, и я весь день работаю с биологически опасными веществами. То есть такая тату символизирует, что человеческое тело и все, что оно производит, считается биологически опасным материалом. Я просто маленькая хорошая лаборантка и соответствующим образом навешиваю на себя разные ярлыки. Крутой знак, но есть кое-какой факт, связанный с этим знаком. Он широко используется в гей-сообществе, чтобы показать, что у тебя ВИЧ. Просто знай это. Бывший тату-мастер в треде. Я ловлю кринж символов бесконечности. А особенно, когда люди хотят показаться уникальными. Тебе приходится тратить три часа, впихивая в этот гребаный знак бесконечности имена МакКейли и Брэкстона. Даты рождения, вес при рождении, группа крови и любимый вкус мороженого. Ладно, я найду способ все это туда впихнуть. Я честно отрабатываю свои деньги. О, а еще можете набить там тоненькую синюю ленточку со стороны моего мужа? Хорошо, мадам. И может быть добавите птичек, которые прорываются сквозь эту ленточку? Мой пупуся так любит птичек? Вздыхая. Да, ладно. А еще можете сделать то же самое с моей стороны, но только белыми чернилами? Да пошла ты нахер, вали отсюда. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, с каких татуировок вы ловите жесткий кринж. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok